Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы размещаем и постим дополнительный аналитический контент вам в помощь принятия торговых решений. Ну что ж, на финансовых рынках по-прежнему все довольно-таки сложно прогнозировать, потому что мы с вами заложники текущего новостного фона, связанного с кризисом банковской системы США. Но можно поставить знак равно мировой банковской системы в целом. Потому что, что в 2008 году все началось с США, что есть риск и на данном этапе, что новый финансово-экономический кризис начнется именно в американской экономике с тех обрушившихся банков, которые уже объявили свою несостоятельность. Ранее мы обсуждали обстановку и комментировали начавшийся обвал с признания неплатежеспособности банков Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank. И эти банки стали первой ласточкой, скажем так. Надежда на то, что и ФРС, и Минфин, и администрация Белого дома смогут загасить все пламя в самом начале, к сожалению, не увенчались успехом, потому что мы вчера, по сути, на открытие, еще даже до открытия американского рынка, на так называемом премаркете, легко могли заметить, что куча банков с капитализацией от 30 до 200 миллиардов долларов, которые испытывали серьезные проблемы, и просадки достигали 50-60%. С открытия торгов ситуация стала еще хуже, некоторые из них обновили вот эти антирекорды, просадки были уже по 80%, и в соответствии с биржевой процедурой, конечно же, торги акциями этих банков были приостановлены. Через какое-то время после комментариев Байдена о том, что все средства защищены, было принято решение возобновить торги, но ситуация не улучшилась. Это говорит о том, что, друзья, к сожалению, сработал эффект вот этого бэнкрана, когда участники рынка, вкладчики, те, кто размещал свои средства на депозитах банковской системы, просто видя, что происходит сейчас и видя, как рушится один банк за другим, по принципу цепной реакции, по принципу домино, приняли решение взять деньги, изъять деньги из депозитов, снять своих средств из этих банков, даже тех кредитных учреждений, которые не испытывают сейчас никаких трудностей. И на текущем этапе, к сожалению, тенденция еще сохраняется. Поэтому рано еще говорить, ГОП, друзья, американская банковская система еще не перепрыгнула вот этот кризис, который все еще может развиться и ввергнуть всю мировую экономику в глобальный, полномасштабный финансово-экономический кризис. То, что происходит сейчас, это конечно же прецедент. Мы должны быть крайне внимательны, крайне осмотрительны, мы как никогда должны контролировать риски, следить за загрузкой депозитов. Что пользуется спросом в таких условиях? То, что ассоциируется с эталонной защитой. Таких инструментов на самом деле немного, но среди них можно выделить американские облигации, которые с прошлого четверга по данный момент потеряли в плане доходности больше 20%. И фактически десятилетние трежери свалили с 4% до 3,57%, где и котируются сейчас. Чем больше денег идет в американские облигации, тем, соответственно, ниже доходности. Золото, которое продолжает расти и уже котировки 1903 доллара за тройскую функцию, локально мы видели золото повыше. Поэтому если вам прямо сейчас хочется совсем застраховаться, вы ищете актив, который может показать интересную динамику в ближайшей торговой сессии, вы согласны с тем, что какое-то время на рынке сохранится паника из-за событий в банковском секторе США, то золото может стать для вас хорошим выбором, потому что очень многие эксперты, аналитики, чему мнению я доверяю, это действительно лидеры мнения, прогнозируют то, что золото может достичь 1950 и даже 2000 долларов за тройскую функцию. Но я в этих сделках участвовать на текущем этапе не буду, потому что я считаю, что в условиях начала полномасштабного финансово-экономического кризиса не самое лучшее время искать возможности для заработка. То есть я не могу и не хочу переубеждать спекулянтов, которые работают прямо здесь и сейчас, но лично я считаю, что выжидательная тактика сейчас может принести более лучшие результаты и плоды на перспективу. Но если вы ищете дополнительное подтверждение действий, стоит ли золото покупать, считайте, что да, при снижении курса локальной, скажем, слабости доллара, при снижении доходности американских облигаций и показателей сантимента, на который мы время от времени делаем ставку, сейчас по-прежнему толпа сидит в продажах, есть вероятность того, что золото выйдет к новому локальным максимуму. Также сейчас пользуются спросом сами долговые облигации, 10-летний трежерис, может быть у вас есть интерес к этому сектору, сегменту финансовых рынков. Японская иена, на которую мы накануне поставили ставку, фактически я предположил, что пара доллар японской иены может просесть и в ближайшие дни даже коснуться 130 иен за доллар. Эта сделка уже приносит профит, потому что текущие котировки 133,87, причем минимум вчерашнего дня был на отметке 132,28. Но я думаю, что при тех настроениях, которые присутствуют на рынках сейчас, японская иена может еще оправдать себя как защитный актив, потому что с точки зрения защитных свойств, может быть даже иена получше и поинтереснее, чем доллар. Еще один фактор, почему иена сейчас может пользоваться поддержкой, это все-таки крайне слабая макроэкономическая статистика. В Японии последний показатель январьской цифры по УВП, экономика просела на 0,6%, и при сохранении подобных темпов снижение может и вовсе продолжиться до 3,4-3,5% только лишь в рамках первого квартала. Это доказывает то, что Банку Японии нужно одуматься и все же признать риск того, что инфляция выйдет из-под контроля, если сейчас не начать на нее влиять более жесткой монетарной политикой. Эта идея вам, мне кажется, знакома. Стоит ли сейчас снова добавлять в портфель евро, фунт? Наверное, нет, потому что и евро, и фунт, и прочие рисковые инструменты полностью завязаны сейчас на динамике доллара. Кстати говоря, по поводу доллара. Текущие котировки по индексу американской валюты 103,43, и американская валюта сегодня восстанавливает свои позиции. Я сторонник того, что индекс доллара – это инструмент, который на долгосрок будет растущим активом, потому что американский регулятор будет дальше ужесточать монетарную политику, причем очень многое будет зависеть от отчета по инфляции, который выйдет сегодня в 12.30 по GMT. Это отчет по основному индексу потребительских цен и базовой инфляции. Я, как вы, наверное, знаете, много раз об этом говорил, считаю, что были предпосылки для того, чтобы в годовом выражении индекс потребительских цен выбрался на положительную территорию. Поэтому после публикации сегодня данных по инфляции допускаю, что интерес к доллару может сохраниться. Но мы сейчас, ну, по крайней мере, я не настолько уверен в том, что ФРС будет агрессивно повышать ставку, потому что очень велико давление на банковский сектор, и Павел это прекрасно понимает. То есть агрессивное повышение ставки может создать дополнительную нагрузку, которую не вытянет просто американская экономика. Поэтому нам нужно, друзья, дождаться заседания Федрезерва на следующей неделе и посмотреть, какое решение фактически будет принято, насколько повысить процентную ставку. Но многие те, кто считал, что ее уместно поднять на 50 базисных пунктов, сейчас считают, что лучше это сделать уже на 25 базисных пунктов. В сухом остатке индекс доллара у меня в длинных позициях. Я жду, что все-таки после панических настроений, которые априори также должны быть все фактором поддержки для доллара. Но после всего этого, надеюсь, что все закончится хорошо, трейдер сфокусируется на классических фундаментальных идеях, действиях Федрезерва, повышении процентной ставки, что останется попутным ветром для американской валюты. Американский фондовый рынок S&P, как уже ранее отмечал, под серьезным давлением. Вчера мы увидели просадку S&P для отметки 3808 пунктов. Наша цель – 3800, то есть для нее остается совсем немного. Рынок нефти – 80 долларов за баррель. Смотрим, как этот сектор поведет себя. Сегодня, если снижение продолжится, то нужно будет признать, что паника сейчас распространилась и на рынок энергоресурсов. Поэтому, наверное, будет целесообразно выйти из длинных позиций по нефти тоже. И очень удивил рынок криптовалют, текущей котировки по биткоину 24400 долларов. По сути, рост на 20% за, можно сказать, считанные часы. И причем рост биткоина сейчас происходит на фоне обвала американского фондового рынка и сохраняющегося потенциали роста доллара. Потому что, если ФРС в конечном счете попробует залечить все проблемы с банковской ликвидностью дополнительными деньгами, это еще больше разгонит инфляцию, создаст условия долгосрочного роста курса доллара. Но очень интересные времена сейчас для рынка криптовалют. Я все еще согласен с заявлениями Бломберга, что это больше похоже на отскок дохлой кошки, хотя 20% такой немалый отскок. Но думаю, что рынок криптовалют все же очень быстро может перейти снова в красную зону. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!